Перейдем к рассмотрению нового вопроса, в частности, естественного прироста населения в странах Южного Кавказа и воспроизводства населения. В первую очередь рассмотрим естественный прирост населения, что и указано на данной диаграмме, то есть на 1000 человек населения. В зависимости от рассматриваемого периода в Азербайджане и Армении естественный прирост населения был больше, чем в Грузии. Даже до 1990-х годов естественный прирост в Азербайджане и Армении был двое, а иногда и более значительным, чем в Грузии. В 2000-е годы эти различия увеличились. Однако наблюдаются и более общие тенденции послевоенные годы, включая первую половину 1960-х годов. Естественный прирост населения повышался во всех трех странах, начиная со второй половины 1960-х. Естественный прирост населения стал снижаться. В начале 1980-х годов в Азербайджане и Армении естественный прирост населения несколько повышался по сравнению с предыдущим периодом. В то же время в Грузии естественный прирост продолжал сокращаться. За последующим в Азербайджане после 2005-го года, а в Армении с начала 2000-х годов снижением естественный прирост населения стал повышаться вследствие увеличения рождаемости. В Грузии этот процесс начался только с 2008-го года и не отражен на проведенной диаграмме. Что касается коэффициента воспроизводства населения, как бруда, так и нету, то их высокий показатель был характерен и для Азербайджана, и для следующей страны Армении. На следующей, то есть вот перед вами диаграмма, как раз показывает нето коэффициент воспроизводства населения в странах Южного Каркаса. И вот именно, что касается коэффициента воспроизводства населения, как бруда, так и нету, то их высокий показатель был характерен и для Азербайджана, и потом для Армении. Менее всего для Грузии. После середины 1960-х годов нету коэффициент воспроизводства населения начинает снижаться во всех трех странах Южного Кавказа. В Азербайджане это снижение продолжается практически до последнего времени и только сейчас начинает несколько расти. А в Армении данный коэффициент практически стабилизируется в середине 1990-х годов. В Грузии его стабилизация происходит с начала 2000-х годов. Правда, в Грузии с 2008 года вследствие увеличения рождаемости наблюдается повышение нотокоэффициента воспроизводства населения. В Грузии с начала 1990-х годов, а в Азербайджане и Армении в середине 1990-х годов уровень воспроизводства населения недостаточен для простого замещения поколений. Следует отметить, что в Грузии в 2009 году повышение увеличения воспроизводства населения достигло достаточного для несколько расширенного замещения поколений. Однако это положение тоже не отражено на диаграмме. Следующая диаграмма, которая показывает экономичность режима воспроизводства населения в странах Южного Кавказа. И можно заметить, что со временем экономичность режима воспроизводства населения увеличилась во всех странах Южного Кавказа. Однако в Азербайджане и Армении в середине 1970-х годов, а в Грузии с начала 1980-х годов происходит стагнация экономичности режима воспроизводства населения. В последующие годы в Азербайджане, в Армении, в Грузии экономичность режима воспроизводства населения даже несколько ухудшилась, то есть снизилась. Однако в дальнейшем начала улучшаться со второй половины 1990-х годов в Азербайджане и Армении и 2000-х годов в Грузии. Настоящее время экономичность режима воспроизводства населения в Армении и Грузии выше Азербайджанской. Придем к другой части и рассмотрим вопросы, связанные с международной миграцией. Все страны Южного Кавказа отличаются как по направлениям международной миграции, эмиграции и эмиграции, так и по ее величине и соответственно интенсивности. За весь рассматриваемый период, то есть в данном случае 1950-2010 годы, для всех стран Южного Кавказа с альдом международной миграции было отрицательным. Для Азербайджана она составила минусом, если брать, потому что отрицательным 775 тысяч, для Армении 645 тысяч, а для Грузии больше, чем с альдом Азербайджана и Армении взятые вместе, то есть 1.550.000. За весь рассматриваемый период в странах Южного Кавказа с альдом международной миграции составило почти 3 миллиона, отрицательное, повторяю, отрицательное, то есть выехало больше, чем приехало. Ну, если быть точнее, с альдом составило 2 миллиона 980 тысяч. Данная диаграмма показывает с альдо международной миграции в странах Южного Кавказа. В Азербайджане только в 1955-1960 годы с альдо международной миграции было положительным, все остальное время с альдо было отрицательным. В данном случае можно выделить 3 периода. В первом периоде величина и интенсивность миграции была ниже, чем во втором периоде. Для новейшего третьего периода характерно значительное снижение отрицательного сальдо миграции. В Армении можно четко выделить 2 периода. 1950-1980 и 1980-1980 по 2010 годов. В первом случае с альдо международной миграции было положительным, а во втором отрицательным. Различия наблюдаются и внутри второго периода. Так, 1980-1980 по 1990 годы отрицательное сальдо было сравнительно низким, а в 1990-2000 годы сальдо миграции было очень высоким. И в 2010-2000 и 2010 годы, когда отрицательное сальдо миграции начинает снижаться. В Грузии можно выделить также 2 основных периода 1950 и 1960, для которого характерно положительное сальдо, и 1960-2010 годы, для которого характеризуется отрицательным сальдо. Второй период, как и в случае Армении, можно подразделить на 3 отрезка времени. Так, первый, 1960-1990, отрицательное сальдо миграции сравнительно невысоко. Далее, второй период, 1990 по 1995, отрицательное сальдо миграции очень высокое. И третий период, 1995-2010 годы, когда отрицательное сальдо снижается, хотя и она остается большим по сравнению с первым отрезком, то есть в 1960-1990 годах. Если исходить из интенсивности, то самый высокий коэффициент был характерен для Армении, но составлял, то есть отрицательное сальдо миграции почти 30 на 1000 человек населения, и Грузии почти 21 в 1990-1990 годы. Перейдем к новому разделу. В данном случае рассмотрим сперва брачность в странах Южного Кавказа. Как раз на общий коэффициент брачности, то есть на 1000 человек населения, какова брачность, указывает проведенная диаграмма. Существует как схожесть, так и различие в брачности и разводимости среди стран Южного Кавказа. В начале рассматриваемого периода, то есть это 1950-е годы, уровень брачности Азербайджана и Грузии был схож. В это же время уровень брачности в Армении был значительно выше. В дальнейшем он повышается в Азербайджане и Грузии, а в Армении снижается. В 1970 году уровень брачности во всех трех странах снижается. Ее показатель незначительно различается. В 1980 году брачность во всех странах Южного Кавказа опять повышается. Следует отметить, что за период 1960-1980-е годы тенденции изменения брачности во всех трех странах были похожи. Различия появляются в 1990 году, когда брачность в Азербайджане опять повысилась, а в Армении и в Грузии снизилась. Далее тенденции опять похожи при более высоком уровне брачности в Азербайджане. Хотя заметим, что брачность с 1990 до 2000 годов снижается во всех странах Южного Кавказа. К 2005 году и в дальнейшем брачность в странах Южного Кавказа опять повышается. И ее уровень в Азербайджане в результатом Грузии выше, чем в Армении. С середины 1990-х годов до 2008 года определенные изменения произошли и в среднем брачном возрасте. В Азербайджане средний брачный возраст для мужчин повышался, однако после 2005 года незначительно снижался. Такая же тенденция была характерна для женщин. В Армении повышение среднего брачного возраста как для мужчин, так и для женщин носило устойчивый характер и было более значительным, чем в Азербайджане. С 1995 года по 2008 год средний брачный возраст в Армении повысился примерно на 2 года. В Грузии средний брачный возраст как для мужчин, так и для женщин повышался. С 1995 по 2005 год это повышение составило в среднем 2 года. Однако в дальнейшем средний брачный возраст мужчин и женщин несколько снизился. В 2008 году более высоким средним брачным возрастом для мужчин взелялись Армения и Грузия. В это же время в Грузии был самый высокий средний брачный возраст у женщин среди стран Южного Кавказа. И он приблизительно на 2-2 года превышал существующий в Азербайджане средний брачный возраст. В Грузии по сравнению с Азербайджаном и Арменией разница между вступившими в брак мужчинами и женщинами меньше. Это положение справедливо как для всех браков, так и для первых. Следует заметить, что в Грузии для мужчин разница между средним брачным возрастом всех вступившихся в брак и вступивших только в первый бак меньше, чем в Азербайджане и Армении. Однако для женщин этот возраст практически одинаковый во всех трех странах, независимо от очередности брака. Продолжение следует...